Привет друзья! Люсиена Овчинникова, советская и российская актриса театра и кино. Награждена званием заслуженной артистки РСФСР. Замечательная актриса с очаровательной улыбкой полюбилась зрителям после выхода на экраны советской классики «Девчата». Люсиена Овчинникова создавала образы не писаных красавиц, а обычных, искренних женщин. Играла без фальши, невероятно просто. Именно эта простота и была секретом ее узнаваемости, успеха, таланта. К сожалению, судьба отнеслась к ней неблагосклонно, заставив многое пережить и страдать. Люсиена Ивановна появилась на свет в начале осени 1931 года в небольшом местечке Олевске, который находился на Житомирщине, Украина. До шести лет жизнь девочки шла размеренно, хотя семье приходилось кочевать из одного города в другой. Отец был офицером-пограничником, мама вела домашнее хозяйство. Увидеть, как любимая дочь идет в школу, родительнице не довелось. Ранна ушла из жизни. Через время в доме появилась новая избранница отца. Об отношениях с мачехой Люся предпочитала не распространяться. Наверное, они не сложились, так как впоследствии актриса всем говорила, что она сирота. Не стала для нее близким человеком и младшая сестра, родилась во втором браке отца. Частые переезды семьи не позволяли Овчинниковой подружиться со сверстниками. Может быть из-за этого она находила утешение в просмотрах фильмов. По-настоящему родными становились люди, портреты которых красовались в фойе кинозалов. Даже первое признание в любви она мысленно сделала Евгению Самойлову. Позже написала письмо звезде художественный фильм «Сердца четырех», но ответа не получила. В старших классах Люся точно знала, кем хочет стать – актрисой. Ее неизменным кумиром была Любовь Орлова. Картины с участием всесоюзной знаменитости пересматривала множество раз. Близкие не разделяли увлечения девушки, настаивали на выборе более серьезной профессии. После окончания Ашхабадской школы Овчинникова решилась уйти из дома. Отцу написала короткую записку, в которой просила на нее не сердиться и позволить осуществить мечту. В Минске Люсю приютила тетка. Позже отец выслал ее паспорт и аттестат. В надежде поступить в театральный вуз, девушка попыталась подать документы. Однако она опоздала, абитуриенты уже сдавали экзамены. К тому же преподавание велось на белорусском языке, которого Люсиена совершенно не знала. Возвращаться домой намерений не было, поэтому Овчинникова устроилась продавцом в универмаге. В течение года ее не покидала мысль связать судьбу с искусством. Вторая попытка оказалась удачной. Овчинникова смогла пройти все туры и стать студенткой ГИТИСа. Перенимала опыт у наставника Конского. За свою творческую биографию Люсиена Ивановна служила в нескольких театрах. В 1955-м новоиспеченной актрисе предложили влиться в коллектив Академического театра имени Маяковского. Этим подмосткам она была верна более 20 лет. Люсиена Овчинникова, по воспоминаниям коллег, была легкой в общении, да еще и обладала даром сглаживать острые углы в отношениях с людьми. Она встретила свою первую любовь во время учебы в ГИТИСе. Владимир Храмов, в отличие от актрисы, характер имел довольно сложный, умудрялся поссориться даже с самыми неконфликтными людьми. Мама режиссера мечтала о браке сына с Люсиеной, задаривала девушку подарками, была очень ласкова, уже мысленно представляла, как подрастают внуки. Но Люсиена в то время думала только о карьере. Она безмерно уважала своего гражданского мужа, прислушивалась к его советам, мирила с коллегами. Но в результате настоящей семьи у них так и не получилось, Люсиена и Владимир расстались. Второй любовью актрисы стал красавец, Александр Холодков. Судьба свела их на сцене театра имени Маяковского, где оба служили. Однако и этому человеку не суждено было стать ее мужем. Холодков, как позже выяснилось, одновременно любил двух женщин, Люсиену Овчинникову и Веру Орлову. Впрочем, их примирила смерть возлюбленного. Александр Холодков скончался на руках Люсиены, а оплакивали его две женщины вместе. В то печальное время, рядом с Люсиеной оказался Валентин Козлов. Валентин Козлов был младше Люсиены почти на 6 лет, но это не помешало ему обратить внимание на актрису. На самом деле в нее невозможно было не влюбиться. Она, несмотря на пережитую недавно потерю, смогла взять себя в руки и не жаловаться на жизнь. Она по-прежнему улыбалась коллегам, скрывая боль за маской внешнего спокойствия. Валентин, конечно, знал о смерти возлюбленного Овчинниковой и стал просто для нее другом. С ним можно было поговорить, ему можно было поплакать в жилетку или просто помолчать рядом. Позже стало ясно, они друг для друга не просто друзья. Вспыхнувшие чувства привели влюбленных в ЗАГС. Люсиена Овчинникова и Валентин Козлов в 1966 году стали супругами. Это был первый единственный официальный брак актрисы. Оба продолжали трудиться в театре имени Маяковского. Овчинникова в то время уже была настоящей звездой, но своей популярности до конца не осознавала. Она никогда не страдала от звездной болезни, не гордилась своим успехом. В 1973 году актриса получила небольшую однокомнатную квартиру, куда и переехала вместе с супругом. Она была приветлива и доброжелательна с соседями, часто общалась с бабушками на скамейке у подъезда. До 1972 года Люсиена и Валентин служили в театре. Она была ведущей актрисой, да и супруг не жаловался на отсутствие ролей. Но затем художественным руководителем театра стал Андрей Гончаров, сменив Николая Охлопкова. Новый руководитель стал строить свой театр, в котором не нашлось места для Валентина Козлова. Люсиена Ивановна попыталась поставить Гончарова ультиматум и потребовала оставить мужа в театре, пригрозив уволиться. Однако удерживать ее никто не стал, актриса ушла вслед за мужем. С этого момента стала угасать не только карьера супругов, но начались трудности в их взаимоотношениях. Люсиена постоянно пыталась найти работу, соглашалась на самые маленькие и неинтересные роли. Она постоянно уговаривала режиссеров дать шанс мужу показать себя, однако ей это удавалось крайне редко. Сам Валентин предпочел стать в позу непризнанного гения и не особенно утруждал себя поиском работы. Они оба стали понемногу прикладываться к бутылке. Валентин Козлов и так был грубоват и не сдержан, а теперь подруги актрисы стали замечать синяки на руках Люсиены. Она никогда не жаловалась, лишь отмахивалась от вопросов да прятала глаза. Со временем она и вовсе стала жить отдельно от мужа, насколько это было возможно в однокомнатной квартире. Она перебралась в кухню, а в комнате со всем комфортом размещался супруг. Но разводиться они не собирались. Так и жили в маленькой квартире двое почти чужих людей. В сложные 90-е годы супруги очень бедствовали, кино почти не снимали, а работа в театре приносила актрисе совсем мизерный доход. В августе 1998 года супруг после завтрака отправился в ванну и больше оттуда не вышел. Люсиена Ивановна нашла его уже без признаков жизни. Так сложилось, что у нее даже не было денег на похороны, и ее выручил Станислав Садальский, предложивший помощь во время случайной встречи в доме кино. Люсиена Овчинникова вдруг осталась совсем одна, в пустой квартире. Как она жила? О чем думала длинными ночами? Узнать это теперь невозможно. Но за несколько часов до собственной смерти, в гостях у подруги Тамары Турактриса плакала и очень сожалела, что у нее нет детей. Она скончалась через 4 месяца после смерти супруга. Кто-то говорит, что она не перенесла смерти близкого человека, но врачи озвучили, менее романтичную причину смерти актрисы, оторвавшейся тром. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.